Всем доброго снежного утра! Всем привет от Кэт из городка Вискосвилл! Сегодня у нас воскресенье, веселое настроение, нас замело снегом, все мои мужчины откапываются, разгребают нашу дорогу, гараж, вокруг дома, на улице холодно, а мы здесь делаем завтрак. Сковородочка для оладушков, а это у меня с пылу с жару готовится какао. Я люблю ее делать from the scratch, как здесь говорят, сама, хотя здесь американцы все это используют уже готовое. Достала коробочку, бац-бац, и, пожалуйста, тебе уже все здесь, хот-кока, как они называют. А я это делаю с молочка, добавляю туда корицу обязательно, вот рекомендую cinnamon, корица очень полезная, особенно с какао, немножко песочку, и использую вот такое вот у нас Nesquik, Nesquik какао, шоколад без сахара, и добавляю туда, и у нас получается вкусненькое, вкусненькое hot chocolate или какао по-русски. И сейчас мы будем делать наши блинчики с пылу с жару, оладушки, вернее, я должна сказать. Оладушки, оладушки. И я считаю, что это замечательный завтрак, когда на улице холодно, запорошило все снежком, и вот такой вот у нас тепленький, красивенький завтрак. Какавка у нас уже, как кавка, как моя бабушка говорила. Я помню, мне в детстве бабуля всегда делала какавку, как кавку она говорила. Вот какавка закипела, пенка вкусная образовалась, я ее выключаю, и все снимаю с огня, и она у нас уже готова. Продолжаем делать оладушки. Оладушки. А я делаю также тесто сама, хотя здесь продаются коробки, уже премикс, готовая мука со всеми ингредиентами. Достаешь просто муку, разводишь или водой, или молоком, в зависимости от рецепта. А я делаю абсолютно просто. Беру, насыпаю вот такую вот мисочку, я делаю все всегда на глаз, муки. Потом я использую 2% молочко, и потом я использую баттмилк, которое по-английски, наверное, переводится как кефир. Конечно, русский кефир мне всегда больше нравился, но это за имением ничего здесь лучшего. Вот такой американский кефирчик. И я делаю 50 на 50 молочка и этого кефира. Добавляю немножко песочка. В этот раз я даже не добавляла соль, потому что мы стараемся есть соли по минимуму. И я добавляю немножечко совершенно бейкин, сода, которая дает пышность нашим оладушкам. Все это хорошенечко перемешиваю и выпекаю. Абсолютно больше ничего. Все а-ля натуральное. Все у нас вкусненькое. И вот у нас уже вторая порция подходит. Сейчас мы будем переворачивать наши красавицы. Наши красавицы. Пац! Да. И потом, конечно, оладушки. Кто с чем любит? Я люблю со сметаной. А мои детки любят кушать оладушки с сиропом. Здесь есть специальный сироп, который у нас продается. Вот называется Original Syrup. 50% у нас Fat Free. Чтобы здесь не особо было много разных добавок из сахара. И вот такие вот у нас сиропчики. Называется Maple Syrup. Maple Syrup. И вот они такие у нас специально для блинчиков и оладушков. И вот наша оладушка уже подходит. И я буду скоро звать всех своих чадов к столу, пока это все тепленькое и горяченькое. Вот первые порции у меня корчились такие зажаристые, хрустящие, румянненькие. Сейчас эти немножечко тоже надо поджарить. И мы готовы. Обычно я делаю очень много-много. И потом приглашаю своих друзей, соседей на завтрак. А кто, например, если занят с утра, не могут они к нам заглянуть на огонек. Я соберу им плошечку, тарелочку. И посылаю своего сыночка с посылочкой к своим друзьям, соседям. И с утра мы вот такими вот вкусными штучками их угощаем. Вот наши оладушки уже подрумянились, зажарились. Красотулечки. Так что мы всех приглашаем к нам в гости. Заходите на какао и на оладушки с пылу жара. Всех люблю, целую. Хороших-хороших, веселых и добрых выходных. До следующих встреч. Bye-bye.